Дорогие идеи, меня не совсем правильно назвали создателем Рус-Ямы. Происходит достаточно регулярно, но тем не менее это не совсем так. Создателем меня можно назвать весьма ухомным. Я просто в какой-то момент идею работы Рус-Ямы, которая тоже не моя, ее тоже вычитал где-то в интернете, рассказал Алексею Навальному, ему это очень понравилось, и он подхватил идею, тогда он придумал название Рус-Яма и попытался этот проект сначала создать. Несколько попыток у него было с использованием краудсорсинга, с использованием открытого программного обеспечения. Две попытки у него было сделано, обе неудачные. Потом наконец-то у него все получилось, проект оказался очень удачным. Там за первый месяц работы, например, на сайт зашло что-то типа 60 тысяч человек, 60 тысяч посещений было, то есть такой прям был вау-эффект. Потом, естественно, все как-то пошло на спад, но тем не менее, там Рус-Яма до сих пор живет, до сих пор существует, я надеюсь, что до сих пор развивается. Меня пригласил Алексей, когда стало понятно, что проект работает очень активно и востребован от людей, меня пригласили, собственно говоря, покоординировать его, и я там где-то в два с небольшим года его координировал с декабря, правда, уже этим не занимаюсь, но как бы некоторым опытом могу поделиться. Значит, краудсорсинговый проект и привлечение сторонников. То есть, понимаешь, что когда мы говорим вот здесь вот слово крауд, это, ну, некое сообщество, то есть вот сторонники, это наше сообщество, которые являются source, то есть главным ресурсом, то есть эти сторонники, они предоставляют для проекта какие-то ресурсы. Собственно говоря, зачем вообще нам нужно активное сообщество? Во-первых, они предоставляют нам какие-то ресурсы. Это же активное сообщество, оно помогает вовлекать новых пользователей в работу проекта. Часть этих новых пользователей пополняет ряды активного сообщества. Расширившееся сообщество помогает проекту, обрабатывает еще, ну, масштабироваться, расти. И это такой, в общем, при хорошей работе с активным сообществом получается замкнутый цикл с обратной положительной связью. То есть такой самоподдерживающийся механизм, который, в общем-то, от автора проекта, от какого-то руководителя, координатора проекта практически не требует каких-то телодвижений, просто требуется создание и поддержка сложившейся структуры для того, чтобы она просто случайно не разломалась. Что, собственно говоря, нам и нужно. Проект живет, растет и развивается. Значит, до Рос-Ямы у меня был некоторый непосредственный опыт участия в трех опенсорсовых проектах. Значит, все они связаны, скорее всего, вам эти названия ничего не скажут. Они все связаны с такой программой под названием 1С. Вы его, наверное, слышали. Была когда-то давно, лет 10 назад, популярная версия 1С-предприятия 7.7. И вот для этой самой 7.7 сформировалось достаточно большое количество сообществ программистов на этом самом 1С. И одну из них разрабатывала внешнюю компоненту 1С++, которая очень активно расширяла возможности компоненты. ЖКОМП – это была чисто моя идея, которую я написал прототипчик, выложил в открытый доступ. Это программа, которая позволяла интегрировать 1С и любой репозиторий. там, CVS, Mercurial, UBIT и все такое. Значит, им позволяло таким образом полноценную коллективную разработку. Потому что штатных механизмов в версии 7.7 практически не было предусмотрено. Там была пара желких костылей, которые, в общем, нормально не позволяли работать. И фанктест – это чисто внутренняя разработка на 1С, тоже моя, в которую очень много народу, правда, вкладывалось. Это утилита, которая реализовывала задачу автоматического тестирования на базе 1С-поприятия. Ну вот, то есть, некий опыт в open-source у меня был, поэтому сейчас я вам расскажу на примере Rosyama, как обычно случаются неудачные краудсорсинговые проекты и как потом они становятся удачными, если становятся, в общем, как, чего происходит. Значит, разница между open-source и краудсорс, безусловно, надо пояснить, на мой взгляд. Open-source – это частый вид краудсорса, где основным ресурсом сообщества, которое сообщество вносит в проект, является труп программиста, то есть, исходники, ну вот, source – это ресурс такой. Другой, очень часто распространенный вид краудсорсинга – это краудфандинг, когда этим основным ресурсом, поставляемым от сообщества, являются деньги. Вообще, видов ресурсов, которые могут поставляться сообществом проекта, их существует довольно много. И в одном проекте один какой-то проект может использовать один какой-то ресурс. В основном очень активно как раз используются там open-source проекты и краудфандинговые, потому что такие вот ярко выраженные случаи. Но ничто не мешает проекту использовать одновременно несколько ресурсов. Значит, вот я подумал, какие ресурсы вообще могут быть. Деньги, понятно, это краудфандинг. Данные. Данные – это как раз случай, там, классический случай – это википедия, например. То есть, когда пользователи, первую, самую главную ценность, которую они приносят проекту – это данные, это информация. Википедия, викимапия, openstreetmaps – все такие вот проекты, где пользователи просто вносят какую-то информацию – это все тоже краудсорсинговый проект. Написание документации – это скорее больше характерно для open-source проектов, ну и на самом деле вообще для любых. То есть, если у вас есть даже проприетарный продукт, который строго продается, которая разработка полностью закрыта, которая сама себе окупается, тем не менее, если у вас есть хорошее такое открытое сообщество, которое обсуждает между собой, там, делится опытом, и вы им предоставляете возможность результаты этого обсуждения куда-то выкладывать в публичный доступ, то получается неплохая документация. Примером может служить, например, MySQL. Это такой проект, который, продукт, который развивался сначала как open-source, потом перешел в такую смешанную систему, часть open-source, часть проприетарная, но, тем не менее, активное сообщество активно пишет документацию, там есть прямо специально отдельный домен у них, docs.mysql.com, и там у них информатики, они очень активно комментируют статьи к документации. К примеру, open-source проекта с совершенно колоссальным объемом документации может являться, например, Drupal. Сама штатная документация, то есть авторы самого проекта Drupal практически не заморачиваются на написании документации, но сообщество пишет такое количество информации, в котором можно реально утонуть, и это, собственно говоря, сайты, посвященные Drupal, являются фактически официальным источником документации. Каждый проект, естественно, вообще любой проект, вне зависимости от того, считается он краудсорсовым, не считается краудсорсовым, сообщение пользователя об ошибках. Если вы не принимаете сообщения пользователя об ошибках, не обрабатываете их, ваш проект умрет, потому что пользователь, который сообщает вам об ошибках, о проблемах, это ваш самый лучший пользователь, это ваш самый ценный пользователь, потому что он тратит время на улучшение вашего продукта, вне зависимости ни от чего. Это самый ценный вид ресурса, который можно ожидать от любого сообщества вашего продукта. Модераторство. Если у вас есть сообщество, которое общается внутри, то, естественно, в этом общении, во-первых, возникают конфликты, во-вторых, возникают какие-то люди, которые являются моральными авторитетами, которые являются более, ну, моральными авторитетами, да, более авторитетами, чем другие. И вот этим людям имеет смысл давать какие-то, обозначать их этот моральный авторитет, давать им какие-нибудь там желтые штаны, для того, чтобы сообщество понимало, что да, вот человек-авторитет, вот он модератор, вот, и такие люди будут помогать вам работать с сообществом, общаться с ним, и как-то так же его поддерживать и развивать. Ну и работа программистов для open-source проектов – это вот основной ресурс. Повторюсь, что краудсорсовый проект может потреблять какой-то один вид ресурса от сообщества, может быть какая-то смесь. В случае с Росъямой, например, изначально во время неудачных попыток создания Росъяна Алексей Навальный предполагал, что это будет работа программиста, что от сообщества потребуется работа программиста. В конечном счете, работа программиста практически сообщество не предоставляет для Росъямы и предоставляет фактически вот две верхние деньги – данные, сообщения об ошибках и модераторства. Вот это четыре ресурса, которые потребляет Росъяма. Причем главным ресурсом для Росъямы от сообщества являются данные. Информация о местоположении ямы, информация о том, какие ответы, какие госорганы дали, как быстро яма исправилась, через какое количество итераций и какое-то обсуждение того, как можно сопротивляться тем или иным ответом от органов. В общем, основные для Росъямы. Росъямы, скорее, визуально, ну, в смысле, по смыслу краудсоусинга, больше похожи на Википедию, чем на, не знаю, чем на какой-нибудь Apache, например, или на гидро Ленинкса. Значит, как не работает краудсорс вообще? Значит, классический, отрицательный пример был в случае с Росъямой. Пришел Навальный, сказал, привет, чуваки, у меня есть крутая идея. Давайте все вместе навалимся и ее реализуем. Вот, есть такое модное слово краудсорс. Давайте все, значит, накинемся и реализуем эту идею. Что дальше происходит? Один человек говорит, да, давайте, я буду писать на Drupal. Второй говорит, не, к черту Drupal, я буду писать на Django. Говорит, нет, да ну нафиг, какое Django, давайте напишем на WordPress. Начинается хульвар по выбору фреймворка о том, на чем писать. Кто-то обязательно приходит и говорит, ничего не получится, если мы не напишем 3 килограмма подробнейшей документации. Я организую рабочую группу по написанию документации. приходит туда рабочую группу, они начинают писать документацию, полгода пишут документацию, ни хрена не пишут. Значит, все там разругаются внутри этой группы. Вот, и половина всех сообщений, значит, половина всех сообщений вот в этой самой, в этом самом чатике, это типа, я программировать не умею, могу там тестировать, продавать, могу там продвигать в соцсетях. Вот вы, короче, напишите, а потом я вам начну помогать. И автор идеи, естественно, не знает, что с этим делать и ни к чему хорошему это не приводит. Собственно говоря, в случае с Рослямой, Алексей дважды пытался подойти к снаряду вот именно с таким подходом и, ожидаемо, дважды у него ничего не получалось. Первый раз он сказал, давайте мы сделаем, не просто у меня есть крутая идея, но давайте ее реализуем конкретно на этом движке. А потом сказал, ну ладно, с этим движком не получилось, давайте сами там решите, на чем будет это все делать и все сделаем. После двух попыток, когда у него не получилось ничего, собственно говоря, да, давайте. Почему? Такой подход не сработал. Потому что с самого начала нет готового продукта, который приносит хоть какую-то пользу. Если нет продукта, который приносит хоть какую-то пользу, это значит, что у него нет вообще никаких пользователей. Точно так же Open Source не будет работать, если у продукта не будет достаточного количества пользователей. То есть, если мы вспомним сейчас слайд, который был чуть раньше, то становится понятно, что вот это сообщество, которое предоставляет ресурсы для проекта, оно возникает не просто так, оно возникает из общей массы пользователей продукта. И чем больше пользователей, тем больше сообщества. Есть какая-то доля, безусловно, но если у вас, там, допустим, пользователей продукта 15 человек, то глупо, причем, сам продукт приносит пользу просто любым людям вообще, то глупо предполагать, что из этих 15 человек найдется какой-то один программист, который разберется, который знает конкретно используемый вами язык программирования, и он окажется вдруг замотивирован настолько, что он еще и начнет вам присылать патчи к вашей программе. Если вы написали программу, которая полезна программистам, то да, ваши шансы, естественно, безусловно, сильно растут, что среди этих ваших 15 человек появится программист, который разберется в вашей программе. У меня вот в моих проектах с 1С, связанных, именно так и было. Мои проекты приносили пользу программистам, и программисты разобрались в моих программах, в моих проектах, и начали приносить пользу, потому что они могли. Если же у вас продукт направлен на более широкую аудиторию, то для того, чтобы сообщество начало приносить вам пользу, либо вы должны снизить требования к квалификации человека, для того, чтобы он начал приносить пользу, либо вам нужно очень сильно расширять аудиторию. Третья причина, как не работает open source. Автор забыл или затруднил доступ к исходному коду, это для open source, в случае с краудсорсингом. Здесь можно написать, забыл дать доступ, или затруднил доступ к тому, чтобы сообщество могло дать вот эти ресурсы. То есть, если у вас краудфандинговый проект, сделайте возможность человеку дать вам деньги как можно быстрее, и как можно проще. Откройте кошельки во всех электронных системах, повесьте баннер на каждую страничку, но чтобы человек не потерял его, чтобы не было где-то одной одинокой ссылки в какой-нибудь записи в блоге, помогите мне, и вот этот краудфандинговый проект. Нет, если ваш проект краудфандинговый, то человек должен всегда помнить о том, что он краудфандинговый проект. Википедия, которая собирает деньги регулярно, она вешает баннер просто сверху. Это самый, как его, Джимми Вэлш, да, в виде котика, дайте нам денег. Все отлично понимают, что Википедии нужны деньги. Не затрудняйте доступ сообществу для того, чтобы они вам помогли. Последнее препятствие для опенсорса, это если автор по какой-то причине теряет интерес к проекту и перестает работать с сообществом, перестает принимать патчеры, никуда не вкладывает полученные деньги, не работает над сообщением об ошибках. Это самая последняя стадия препятствий для опенсорса. Предполагается, что в этот момент уже какой-то проект есть, и чем хорош, собственно говоря, опенсорс и краудсорс, то, что в этой ситуации сообщество имеет защитный механизм. Оно может взять проект, в первую очередь, опенсорсовый, сделать его копию, форкнуть его и начать разрабатывать самостоятельно, если он действительно приносит какую-то пользу. Это очень большое преимущество вообще опенсорса в принципе, и некоторых видов краудсорсинга, некоторых видов краудсорсовых проектов. Как работает опенсорс? Работает он всегда так. Приходит человек и говорит, здорово, парни, я написал программу, я там создал проект, возможно, она вам пригодится, и, кстати, она с открытым исходником, если она вам пригодилась, то вы сможете помочь дальнейшей разработке так-то, так-то и так-то. В случае с опенсорсом, она с открытыми исходниками. Сообщество, круто, спасибо, а я вот тут тебе опечатку поправил. То есть, вот так работает опенсорс. Только так и никак иначе. Что здесь ключевое? Один человек создает готовый продукт. Что это значит? У нас есть автор. Автор, который не только придумал идею, но еще и реализовал ее. Создал хотя бы какой-то минимальный прототип, который демонстрирует полезность своего продукта. что вот не просто вот у меня классные идеи, давайте реализуем. Это вообще не работает никогда и нигде. Если вы придете там, не знаю, к... Если вы считаете себя там стартапщиком и приходите к... к инвестору и говорите, у меня есть крутая идея. Он говорит, отлично, я тебя поздравляю, иди дальше со своей идеей. Нет, вы должны показать прототип вашего стартапа, который уже вот... Чтобы было понятно, что да, он может приносить пользу. У меня был случай...